Безнаказанность приводит к развитию вседозволенности, нарушению закона, к эгоизму. Зачастую все это ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале Россия, программа «Следствие СКР-09». Направление в суд уголовного дела в отношении инженера Карачаева-Черкесского Домбайского военизированного противоловинного отряда, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлекшие по неосторожности смерть человека. Следствием установлено, что 18 января 2021 года в результате непрофессиональных действий должностного лица, который являлся командиром Домбайского военизированного противоловинного отряда, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы Муса-Читара. В поселке Домбай путем производства артиллерийских выстрелов произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое количество людей, в результате чего один из местных жителей получил травматическое повреждение, несовместимое с жизнью, от которых скончался. Произошел сход лавины. В этот же день у нас было возбуждено уголовное дело с целью для того, чтобы провести весь комплекс необходимых следственных действий. Переначально была создана большая следственная группа из практически всех следователей и следственного управления, то есть для того, чтобы, как говорится, по горячим следам зафиксировать все на месте происшествия. Была создана группа, был обнаружен к вечеру этого дня труп Маршинкулова, который погиб, к сожалению, в результате схода этой лавины. Были изъяты, документация была изъята, на которой регламентируют деятельность нашего дамбайского противолойного военизированного отряда. И потом, значит, также были изъяты кафе, которые там находятся, на различных высотах, в том числе на высоте 2500 метров, значит, видеоинформация, которая также помогла нам в том, чтобы, значит, установить все детали схода вот этой лавины. Как выяснилось, в ходе предъявленного следствия, сход лавины был спровоцирован выстрелом, выстрелом, двумя даже выстрелами зенитного орудия. В ходе следствия было установлено, что в тот день, то есть 18 января, при наличии, значит, предыдущих сильных осадков, то есть и снег, и дождь, вот, а также, самое главное, при видимости, то есть при обзоре того, что на данном участке, куда сошла лавина, были люди, то есть работала канатная дорога у нас. Это ООО «Русская поляна» на высоте 2500 метров, значит, люди, как бы, занимались сноубордом, катались, как обычно. Вот, этот выстрел в данной ситуации производиться не должен был, но, однако, это было сделано, вот, и мы, в результате, значит, у нас погиб человек. Донбай – это у нас известное курортное место, и туда приехали отдыхающие не только с Карачаево-Черкесии, но и с других регионов России, значит, и также они были своевременно все допрошены, как очевидцы совершенного преступления. В том году, совсем недавно, вот, в декабре, значит, было составлено введение заключения по данному уголовному делу, которое было подписано в прокуратуре республики, и на настоящее время дело находится на рассмотрении в суде города Карачаевска. Оглашение приговора жителю республики, обвиняемому в изнасиловании девочки и убийстве двух малолетних лиц, совершенной особой жестокостью, в целью скрыть другое преступление, сопряженное изнасилованием. В целях установления истины по уголовному делу следователям по генетике обработано более тысячи человек, в основном жители аула Беслинии и хутора Зеленчук-Мостовой от Родницкого района Краснодарского края. Проведены более 15 очных ставок, назначены и проведены более 11 сложных генетических, судебно-медицинских, криминалистических экспертиз. Допрошено в качестве свидетелей более 60 лиц, изобличающих мужчину в совершении указанных преступлений. В доказание вины злоумышленника приняли участие сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России, при помощи которых был проведен эксперимент применением датчика оценки радиоэлектронной обстановки. Специалистам определились служебные параметры действующих базовых станций операторов мобильной связи, что помогло следствию установить конкретные места, где находился подсудимый при совершении преступлений. Следствием и судом установлено. 16 июня 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Большой Зеленчук, возле аула Беслини Яхабетского района Карачаева Черкесской республики, совершил изнасилование 11-летней девочки. В момент совершения преступления злоумышленник был застегнут младшим братом потерпевшей. В целях сокрытия преступления злоумышленник совершил убийство малолетних детей по тому утопления их в реке. Приговором суда обвиняемым было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Следственным отделом по городу Карачаевск, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаевой Черкесской республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка рядом с одним из многоквартирных домов в городе Карачаевске. Твердым и уверенным шагом криминалисты направляются в один из подъездов общежития Карачаевска. Здесь на одном из этажей была обнаружена кровь. Впоследствии криминалистами выяснилось, что она принадлежит новорожденному ребенку и его матери-убийце, которая обижалась, но оборвала жизнь только что родившемуся малышу. 27 декабря 2021 года в Карачаевске возле доме номер 3 на улице Мира в полимерном пакете на земле было обнаружено тело новорожденного ребенка. Сейчас же следователи-криминалисты проводят колоссальную работу по выявлению матери-убийцы. При производстве данного следственного действия применялась специальная криминалистическая техника, с помощью которой можно выявить биологические следы убийцы. Результаты будут находиться в материалах уголовного дела. Полагаю, что следственное управление, весь состав, в том числе отдел криминалистики, приложат все возможные необходимые усилия для раскрытия данного преступления. Виновное лицо должно быть установлено и привлечено к уголовной ответственности. В настоящее время в ходе расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные действия, направленные на установление возможных очевидцев совершения данного преступления. Изучаются записи с камер наружного наблюдения, расположенных в указанном районе. Обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также признаки механической асфиксии. В ходе расследования уголовного дела отрабатывается версия причастности к его совершению не только лиц, проживающих на территории Карачао-Черкесской республики, а также и лиц женского пола, проживающих в субъектах, расположенных по соседству с Карачао-Черкесией. Помимо этого отрабатываются туристы, иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, в частности в Карачао-Черкесской республике, в связи с обучением в вузах субъекта. Более чем у 200 лиц получены образцы букального эпителия, назначены молекулярно-генетические судебные экспертизы с целью определения генотипа данных лиц и проведения сравнительного исследования с теми объектами, которые были обнаружены и изъяты на месте совершения преступления. Следственное управление обращается к гражданам, кто обладает информацией о личности женщины, совершившей преступление, и просят сообщить по телефону 8-928-396-50-42, 8-928-925-74-06. Следственным отделом по Черкесску следственного управления Следственного комитета по Карачао-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей аула Хурзук, подозреваемых в совершении преступления, а именно покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору. Вечером 29 января 2022 года два родных брата, находясь в центре Черкесии, напали на мужчину. Один из злоумышленников произвел потерпевшего не менее двух выстрелов из огнестрельного ружья, от которых последний упал на землю. В этот момент второй подозреваемый присоединился к преступным действиям своего брата, и они вместе нанесли несколько ударов предметами, используемыми в качестве оружия в область головы и туловища потерпевшего. Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независимым от них обстоятельствам, так как потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается. Сдержать безнаказанность человеке можно многими способами. Самый эффективный – это закон. Ведь отсутствие наказания за содеянные приводит к их увеличению. Это была программа следствия СКР-09. До встречи через месяц. Всех благ и не переступайте черту закона, за который последует наказание. Зимняя сказка в Архызе не может оставить гостей равнодушной. Здесь можно отдохнуть от городской суеты всей семьей. В 10 километрах от поселка Архыз находятся две туристические деревни – Романтик и Луная Поляна, на которых работают четыре канатные дороги. Целью было действительно впервые вывезти детей в горы. Это их первая поездка на серьёзный горнолыжный курорт. Место очень понравилось. Оно достаточно тихое, спокойное. Мы живём в селе Архыз. Опять же, для детей это, видимо, оптимально, чтобы была такая спокойная обстановка. И трассы, погода. Нам очень повезло с погодой. Одинаково весело как взрослым, так и детям. В Архызе можно отдыхать не только горнолыжникам, но и тем, кто хочет провести время с пользой как для здоровья, так и просто насладиться роскошными зимними пейзажами. Хоть курорт и молодой, но список развлечений растёт с каждым днём. Туристы из Москвы, выбирая его, внимательно оценили качество трассы канатных дорог. Отдыхается отлично. Долго планировали, причём мы выбирали именно курорт, который подошёл бы для отдыха с детьми. Поскольку они у нас только начали кататься на сноубордах, важно было, чтобы им было в первую очередь комфортно. Всё нравится, всё здорово, трассы отличные. Ну, во второй половине дня, конечно, уже их достаточно сильно раскатывают, но в целом это не мешает получать прям массу удовольствия. Вам кататься? Не страшно было на сноуборде? Ну, сначала было немного страшно, потом, когда начали осваиваться, уже не так. Ну, да, сначала было привкушение, что там, тут прям горы, а тут нормальные трассы. Горнолыжный курорт Архыз компактный, динамично развивается и совершенствуется. Отдохнув в этом месте хоть раз, туристы приезжают вновь. Ой, отлично отдыхается, погода великолепная. Ну, вообще, на Муис были один раз, второй раз приехали, из-за того, что есть очень красивая природа, очень хорошие погодные условия, мягкие гримы. Ну, и потом трасса понравилась. Я здесь уже второй, третий раз, ну, мне очень нравится. В плане того, что я раньше приходил просто тут, как бы гулял, а сейчас я стал на сноуборд, как бы научился кататься. Уже намного больше, как бы, желания сюда приехать и покататься. Мне хорошо нравится, очень горный воздух. Есть и те, которые впервые приехали в Архыз и не пожалели о выбранном месте отдыха. Первый раз в Архызе. Больше всего понравилась поездка на фуникулёрчиках, там тоже катался первый раз, и на сноуборде. Тут очень добрые люди. Могут помочь, где-то уступить деньгами. Вот. Но в основном инструкторы очень недоходчиво объясняют и очень помогают. Пребывание в горах запомнится надолго Алине не только активным отдыхом, но и романтикой пейзажа. Поэтому она и уверена в том, что вновь насладится зимней сказкой в Архызе. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете радио России Карачаево-Черкесия. В Донбайе вымещаем на частоте 104. Туристы Донбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на радио России открывает и университет. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8. И слушайте радио России в Архызе-Зеленчукске-Тиберде-Учкулане. Мы в Карачаево-Черкесии в Карачаево-Черкесии в Карачаево-Черкесии. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах.